Ну, мы ничего не можем сделать, это невозможно, надо как-то, как в старом антисоветском анекдоте, тут прокладкой не поможет, система сгнила. Да ладно, и советская система сгнила, и капиталистическая система сгнила. Ну, советская система, да, действительно, после 64-го года стала подгнивать, а под конец сгнила окончательно. На самом деле, вот эта система, да, ну, социалистическая система, скажем так, она вообще дееспособна? И вообще, было у нас перспективы и будущие? Нет, а почему нет? Оно было такое же, как и на Западе, а потому что экономическая база, модель экономического развития была одна и та же. СССР выступал в мире как государство-корпорация, а, соответственно, и поэтому там было плановое хозяйство. В этом смысле, внутренняя система управления ничем не отличалась от какого-нибудь General Motors. Ну, собственно, General Motors и японские корпорации, особенно у нас, эту систему, Газплана своровали. Ну, конечно. Вот, а, соответственно, что касается, внутри, вот внутри, да, внутри был социализм. То есть все граждане по рождению были акционерами, дальше была сложная система СССР. Да, и была сложная система, как как бы увеличился пакет в зависимости от заслуг. Ошибок было несколько. Первая ошибка была в 50-е годы сделана и связана с именем Хрущева. Это мысль о том, что не по заслугам, а по вот праву рождения, а по факту существования, значит, первое. А второе, это 64-й год, когда, значит, в ЦК КПСС было принято решение, что теперь, поскольку один раз уже там сняли генсека, а больше нам такого не надо, было принято решение, что людей, у которых есть самостоятельные мнения и самостоятельная позиция, по мере возможности по карьерной лестнице не продвигать. Ну и в результате за поколение, как раз за 25 лет, вся система и как бы умерла намертво.